Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас 7 марта и сделаем совсем небольшое видео про подкормку рассады. На примере рассады земляники, а так в принципе любую рассаду можно подкармливать теми или иными удобрениями. В основном это сейчас очень много вот таких вот различных комплексных удобрений. Есть специально удобрения например для томатов или для земляники, для ягодных различных культур. То есть огромное количество различных удобрений. Но самое главное то, что мы сеем либо пересаживаем нашу рассаду в уже плодородную почву. Тогда какие-либо подкормки они сводятся к минимуму. Вот это у нас рассада земляники из своих семян. Уже как бы есть таких 3-4, 4 уже примерно хороших настоящих листочка. Это вот самая крупная рассада. И есть вот такая немножко поменьше. То есть в зависимости от того, какие были растения, какие всходы. Ну вот они так и растут. Самые хорошие уже в принципе вот такие достаточно крупные. Уже можно даже будет на той неделе их пересаживать. Два с половиной месяца вот этой рассаде возраст. Уже очень много корешков. Практически вся вот эта емкость, стаканчик 200 мл заполнен корнями. Подкармливаем вот таким вот биогумусом. Очень выгодно это приобретение. На глаз разводим. Здесь конечно есть инструкция, но она больше рассчитана на большие какие-то такие объемы. Мы уже как бы на глаз. То есть главное не переборщить с подкормками, но немножко вот так вот подкормить. Потому что изначально все-таки мы садим, сеем в свою землю, плюс добавляем перегной, либо же торф. То есть земля уже априори она у нас плодородная. Ну совсем немножко какие-то подкормки можно сделать. Вот такое тоже есть удобрение у нас для рассады и в принципе перекись водорода. Это не удобрение конечно, но разводим примерно где-то одну столовую ложку перекиси на литр воды. И поливаем хотя бы раз в неделю нашу рассаду. Более так хорошо, вот именно перекись водорода, когда мы поливаем у нас кислород поступает к корням и рассада наша выглядит гораздо лучше. То есть это тоже своего рода какая-то вот такая стимуляция именно роста более активного нашей рассады. Подкармливать конечно можно и нужно, но так как рассада у нас довольно-таки маленькая еще и какие-то большие объемы именно подкормок, ей не нужны. Первую подкормку рекомендуют делать спустя неделю после пересадки. Ну например из общей емкости по таким вот отдельным стаканчикам. И затем, ну тоже буквально таки через неделю, либо через две уже осуществлять еще небольшую совсем подкормку. То есть например здесь у нас рассчитано 15 граммов на 10 литров воды. То есть буквально таки какую-то небольшую щепотку берем и разводим вот в небольшом таком количестве жидкости. Чтобы нам главное не перекормить. И то же самое с биогумусом. Делаем совсем такой редкий раствор и поливаем нашу рассаду понемногу своего рода. Вот такая небольшая подкормка для ее именно хорошего развития. Ну и сейчас подкормим нашу землянику биогумусом. Добавляем немного этого раствора в воду. И затем при поливе, соответственно в жидкость, добавляем совсем немножко вот этого вот растворчика. То есть вода у нас чуть-чуть, как чуть коричневая. То есть совсем понемножку. И вот так вот поливаем наше растение таким вот удобрением. Примерно раз можно в одну или две недели делать такую подкормку. То есть совсем немножко мы подкармливаем. В принципе, если рассада у вас хорошо развивается, значит ей всего хватает. Если бы ей чего-то не хватало, она бы тормозилась. Именно в своем развитии. И все. В принципе, вот так остальное тоже подкормим. И будем дальше ждать весны и уже высадки нашей земляники в открытый грунт. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. Наилучшего.